Три десятка лет нам твердят о свободе выбора. Но то, что нам предлагают на выборах, это не наш выбор. Далеко не наш. Это выбор чей-то. Чей? Давайте разбираться. То, что нам предлагают выбрать президента, депутата, управляющую компанию, местное самоуправление или похоронную команду, это заранее спланированная игра. Не наша игра. А чтобы чего-то добиться, можно, хорошо замаскировавшись, сыграть по чьим-то правилам. Но в дальнейшем, развивая заданные интересы, необходимо не забывать и отдавать себе отчет в том, что происходит, и окружать себя такими же людьми, понимающими суть происходящих процессов, суть игры. Но кем это было сделано? Вот смотрите, то, что произошло с Сергеем Ивановичем Фургалом, губернатором Хабаровского края, еще раз наглядно продемонстрировало, что у Москвы рука длинная. И у Москвы ли? И эта рука не одна, рук много. Они жадно тянут из регионов, тянут из народа, тянут из нас, с вами, последнее. А какие выводы сделали на этом мы? Да попросту еще сильнее обозлились на так называемую власть, в кавычках. И ничего не можем, кроме как наблюдать за происходящим. А те, кто еще верит в то, что их слышат, что они источник власти, в кавычках, прописанной в Конституции РФ, те выходят на улицы, организовывают мероприятия в поддержку Сергея Ивановича Фургала, поднимают также и наболевшие вопросы, но ничего не происходит. Ни-че-го. Слишком тонким и хитро сплетенным был расчет того, что выполнено. Арест Сергея Ивановича и вывоз его, практически похищение его из Хабаровского края, это многоходовка, без структурного управления, навязанного извне. Простыми словами, то, что произошло, есть результат длительной диверсии против народа. То, что произошло, слишком долго готовилось и копилось, чтобы все смогли сейчас сходу разобраться, что к чему и в чем, собственно, дело. А ведь, кроме декораций, ничего не меняется. Нас попросту продолжают методично давить. Причем давить на всех уровнях сразу, нещадно эксплуатируя наш патриотизм и нашу совесть. И давят так ловко, что просто нет никакой реальной возможности уклониться от этого давления, кроме как добровольно, в кавычках, вдеть свою шею в ошейник и стать добросовестным рабом и признать своих хозяев. За гроши, за гроши, работать до полного отупения, при этом же большую часть заработанного тяжелым трудом, отдавая на содержание наших благодетелей. Тех самых хозяев, которые, в свою очередь, есть рабы других хозяев, но более привилегированные и так далее. По вертикали власти. Чтобы иметь возможность кушать рыбу, ее надо купить. Чтобы купить рыбу, надо отработать на обработке рыбы у тех, кто у нас ее украл. Чтобы построить деревянный дом, нужно купить строительный лес. Чтобы купить строительный лес, нужно поработать на уничтожение этого самого леса. Помочь ворам украсть этот лес у нас же. Чтобы этот лес перепродали в Китай. И заплатили нам деньги, на которые мы сможем купить строительный лес. Чтобы иметь возможность иметь электричество, необходимо купить его у тех, кто это электричество перекупил у производителей и продает его нам в тысячи раз дороже. Чтобы иметь возможность жить в благоустроенной квартире, необходимо платить за криминальную крышу управляющим компаниям. Вся работа которых заключается в основном в опечатании для нас счетов-эфферт. Чтобы иметь возможность работать и зарабатывать, необходимо предоставить свое тело для опытов, для ядовитых прививок, для чипов, для экспериментальных вакцин и так далее. И чтобы как-то отвлечь от этого ужаса наше внимание, наше внимание раскачивают из стороны в сторону. Отвлекают. Ведь что происходит сейчас? Похитив и сместив губернатора Хабаровского края, тех, кто замыслил это, имеют свой гешефт. В любом случае, удерживая Сергея Фругала и провоцируя безрезультатными для него действиями, нас качают в одну сторону. Или, например, вдруг, решив отпустить Сергея Фургала с миром в свой регион, вдруг запустят такие механизмы, по сравнению с которыми и Майдан померкнет. Это уже раскачка в другую сторону будет. А ведь чем дольше удерживают, тем сильнее сжимается пружина взведенного механизма. Вариантов при этом много. И в любом случае, реализация любого варианта призвана еще сильнее отвлечь внимание от рабского ошейника. Плюс ко всему, это всегда повод для пиара всех мастей. Это то самое раскачивание из стороны в сторону, о котором говорят аналитики, но которых никто не слышит, и которые сами мало понимают часто то, о чем они говорят. И негативные и позитивные моменты управления Сергея Фургала свалили в одну кучу мала, а дальше у кого канал раскручения, у кого подписчиков больше, кто во что гораздо дергает всех нас из стороны в сторону. Ну, посмотрите сами, посмотрите внимательно и непредвзято. Чем заканчиваются мероприятия в поддержку Сергея Фургала? Да ничем. Максимум сбором подписей. Между тем, закономерным результатом любого народного схода является документ, закрепивший волю народа и обязательный к исполнению. А где протоколы наших мероприятий, наших народных сходов и народных собраний? Где документы, закрепившие народную волю? Их нет. Нет этих документов. Потому что, если такие документы появятся, у сходов и собраний в поддержку Сергея Ивановича появится явный и реальный смысл. А это не входит в задачи тех, кто эти мероприятия разрешает. Это не входит в задачи без структурного управления. Неважно, кем организованного. А между тем, на других уровнях достигается цель. Снять народное напряжение, позволить выпустить пар негодования. Также достигается и сверхцель. Отвлечь наше внимание и загнать нас еще глубже в рабские колодки, в рабское состояние, пока мы еще ничего не поняли. Мир изменился. Реальности бездна. Слово сверкнуло. И тут же исчезло. Истинный свет. Пространство открытий. Все опровергли в иллюзии быти. Калейдоскоп. Вот новая вера. В каждых глазах со стекляшками сфера. Мы не увидим, чем кончится бой. Если останемся просто толпой. Но каждый способен стать центром силы. Как же найти на это нам силы? Ясность. Внимание. Следи за собой. Думайте каждой своей головой. По новостям нам правды не скажут. Сердце спросите. Сердце подскажет. 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 Продолжение следует...